Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, утреннее новое видео, потому что я начала снимать это видео в 8 часов утра. Настроение у меня просто чудесное, почему? Потому что каждая моя поездка к моему мастеру на маникюрчик заканчивается прекрасным настроением и идеальным маникюром. Сейчас, как вы видите, у меня сломанные ногти, сломан указательный палец и, естественно, средний. Не спрашивайте, как я сломала средний ноготь, точнее, ноготь на среднем пальце. Но маникюрчик у меня сейчас не из лучших, потому что ношу я эти ногти уже около трех недель, и моя ногтевая пластина уже чуть-чуть начинает мне выдерживать. Я сейчас только что позавтракала, еще такая прям сонная, у меня мокрая голова, но это видео я хочу посвятить поездке на маникюр. Как бы это странно ни звучало, но многие зрители меня позиционируют как Карина Аркелян, длинные ногти. Поэтому сегодня я отвечу на все ваши вопросы, касаемые моей длины, как я придумываю дизайны, что думает мастер по поводу моих запросов, как часто я гоняю на маникюр, какие ужасные работы я делала. В общем, все вопросы, которые вы мне писали в моем инстаграме, ник вы сейчас видите на своих экранах. Кстати, если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь, туда я выкладываю просто море всего интересного. Я такая прям чисто на домашнем стиле, костюмчики в таком, который, кстати, немножечко со стороны похож на кигуруми. Прямо сейчас выезжаю в салон к 9 утра, где я вас познакомлю со своим мастером, который делал мне последние, ну, наверное, работ 5. И мы с ней сдружились, и я думаю, что наша работа закончится не скоро. Я желаю вам приятного просмотра, сегодня я поделюсь с вами просто всеми историями, фейлами. Мы с мастером ответим на все вопросы во время работы. Короче, все, что вас интересовало, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеру. Ну, я желаю вам приятного просмотра, наконец-то мы выезжаем на маникюрчик, девочки, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие, я пришла, знакомьтесь, Юля. Я мой самый любимый мастер по маникюру. Сейчас я вам покажу вообще, где мы работаем. Вот наше рабочее пространство, тут у нас водичка, так сказать, клипы всякие, красота. Юлечка пьет кофе. Вот, мы сейчас будем вместе решать по дизайну, отвечать на ваши вопросы. И, в принципе, я сажусь. И тут обычно у нас проходит, ну, часа четыре, да, мы обычно сколько? Да, 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 сколько мы обычно делаем ногти? Часа четыре где-то. Так что я сажусь, и мы начинаем. Пока мне там Юлечка делает латта, ребят, быстренько вам покажу, как я обычно выбираю дизайн. Я тупо листаю рекомендации в Инстаграме, и тут всякие, видите, маникюрчики красивые, все яркое, все необычное, все суперское. Я смотрю, не только для длинных ногтей, да? Ой, спасибо большое, Юлечка, огромное спасибо. Посмотрите, у меня тут все как обычно, по красоте, с корицей. В общем, ребят, я просто листаю Инстаграм и выбираю примерные цвета, какие я хочу. И обычно это происходит сразу во время маникюра. Пока мне там снимают мою длину, что-то поправляют, наращивают, я за это время уже решаю, что хочу, а что не хочу. В общем, ребята, это смех, я вам сейчас кое-что покажу. Мне, в общем, сняли первую руку, она у меня сейчас голая. Как вы видите, у меня нету вообще ногтей сейчас, у меня полностью рука без наращивания, без всего. И это такой угар, потому что это выглядит максимально непривычно. Давайте я вам просто примерно покажу, как я сижу в телефоне, давайте попробуем написать что-нибудь в заметках. Привет, как дела? Я вообще не попадаю. У меня, видите, ребят, просто телефон сам изменяет, но я не могу поп... Короче, это максимально непривычно. Мы сейчас, в общем, меняем на другую руку. Я специально решила оставить время для того, чтобы отвечать на вопросы попозже, потому что вот вы слышите сейчас вот этот шум. Мы сейчас снимем еще одну руку, я останусь без ногтей, и мы уже, когда будем наращивать, поотвечаем на ваши вопросы. Потому что сейчас невозможно перекричать, и очень шумно. Ничего не слышно, в общем. В общем, ребята, наконец-то мне уже сняли мой старый дизайн, мои старые ногти. Теперь я сейчас без ногтей, так сказать. Юлечка сейчас будет что делать, резать формы для того, чтобы мы могли нормально нарастить и сделать мне длиннющие ногти. Я буду делать чуть-чуть подлиннее тех, которые у меня были, а я вам их показывала. Ногти немного пострадали, и Юля сказала, что мне нужно будет пальцы немного поджать, да, чтобы... Да, чтобы форма была получше и чтобы ногти держались покрепче. Сейчас мне уже начнут наращивать ногти, а я хочу пока что ответить на все ваши вопросы, касаемо ногтей. Потому что вопросов накопилось очень много, всем стало очень интересно вообще, что, как и вообще зачем. Как я решилась на такие длинные ногти? Удобно мне, неудобно. Первый вопрос. Не сложно ли тебе с такими ногтями? Ребят, я хочу ответить на все часто задаваемые вопросы. Вы могли слышать некоторые ответы у меня в инстаграме. Кстати, если вы до сих пор не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ребят, мне сложно с короткими ногтями. И так я отвечаю постоянно на подобные вопросы, потому что я уже привыкла ходить с такими длинными ногтями. Мне гораздо удобнее, нежели чем с короткими. Следующий вопрос. Удобно ли тебе, и почему именно такая длина? Опять же скажу, да, удобно, такая длина, потому что, ну, во-первых, так получилось. Я люблю экспериментировать со своей внешностью. У меня в жизни было очень много неудачных экспериментов. А именно с длинными ногтями мне очень даже понравилось. Я была, если взять, в пример, волосы, и блондинкой, и брюнеткой были. У меня и розовые, и зеленые, и каштановые, вообще всех цветов радуги, обычные темные волосы у меня тоже были. Но тут я уже сама приняла решение, что мне подходит больше черный цвет. Поэтому я поняла, что еще и под черный такой стервозный цвет волос мне больше подходит стервозная длина ногтей. Это, естественно, длинные ногти. Поэтому отвечаю на следующий вопрос. Почему именно нарашиваешь они свои? Вот, Юля, я тут хотела даже с тобой посоветоваться. Почему все-таки многие мастера советуют ходить не со своей такой длиной, да, как у меня, не со своими, а все-таки нарастить? Что может быть в крайнем случае? Ну, во-первых, мы не сможем отрастить такую длину, потому что 90% ногтей они либо клюют, либо смотрят вверх, взлетающие ногти. У Карины ногти, часть ногтей растет вверх, часть ногтей будут клевать. Но это нормально при любой длине, потому что, когда отрастает своя натуральная ногтевая пластина, создается нагрузка на свободный край, и ноготь начинает куда-то в сторону обязательно уходить. Именно для этого мы моделируем и наращиваем. Что такое наращивание? Наращивание – это создание свободного края ногтя, а моделирование – это доведение до идеала всех ногтей, то есть все ногти одинаковой формы. Поэтому, конечно, лучше моделируют. Во-первых, во-вторых, такую длину обязательно нужно укреплять. Если такую длину не укреплять, то это будет плачевно, но ни одни ногти не выдержит. Вот, поэтому мне самой, ребят, было максимально некомфортно, когда я отращивала свою длину, и некоторые ногти могли ломаться. И я перфекционист, и, соответственно, хочу, чтобы либо ногти все были ровные, да, чтобы все ногти были моей длиной, либо чтобы ногти были все короткие. Потому что, чтобы три ногти, например, на моей руке были длинные, да, длинные, а другие вообще спиленные, потому что они когда-то сломались, это не круто, это не очень комфортно. Следующий вопрос, почему ногти постоянно ломаются? Ну, естественно, на мои ногти лично идет большая нагрузка, потому что они длинные, и я постоянно ими что-то делаю. Я работаю, я снимаю, я постоянно жестикулирую там как-то, переписываюсь, в общем, я делаю все, только руками. И, естественно, на пластину идет достаточно сильная нагрузка, и тут нужно иметь хорошего мастера для того, чтобы ногти не ломались часто, и чтобы работа была выполнена качественно, это тоже очень важно. Следующий вопрос, раньше носила длинные ногти, и все было нормально, так часто не ломало, то есть это даже не вопрос, а утверждение. Раньше я носила ногти, но они были в два раза короче, и они тоже считались длинными, но при этом у них был дизайн поинтереснее, потому что мы тратили по пять часов тупо на разрисовку ногтей, на всякие наклейки, на всякие стразики, узорчики, и поэтому ногти мы всегда считались интересными и необычными. А сейчас я делаю в основном не сильно сложный дизайн, но ногти у меня сами по себе длинные, и это тоже вам очень нравится. Я сейчас не особо люблю тратить много времени на необыкновенный дизайн, лучше сделать какие-то однотонные ногти, да, или как сегодня мы решили все-таки делать стразы, мрамор, подтеки необычные, взять немного серого цвета, белого цвета, и ногти будут смотреться эстетично, и при этом они длинные, я не ухожу от своей фишки, и это тоже очень круто. Поэтому раньше были более необычные в дизайне, сейчас я люблю больше супер длинные ногти, это как уже моя фишка, я к этому привыкла. Следующий вопрос, пробовала ли ты полупрозрачные ногти? Это вот, ну, как раз-таки, да, те ногти, которые у меня были перед этим, они были полупрозрачные, и с Юлей мы делали сколько? Аквариумный дизайн. Аквариумный дизайн, да, это называется, перед этим мы делали еще до этого маникюра, который я вам сегодня показывала, тоже были полупрозрачные ногти, сейчас я решила перенарастить ногти, поэтому мы сейчас их будем заново делать, заново наращивать, да, и будут у нас не полупрозрачные ногти, хочу полностью покрыть все цветом, и мне кажется, так тоже будет очень красиво. Ты бы хотела когда-нибудь сделать матовый маникюр? Да, ребят, хотела, мы даже сегодня это обсуждали с Юлей, но, к большому сожалению, мне кажется, и вообще так и есть, ногти, которые матовые, они очень сильно пачкаются, тем более, если ты девочка, да, и ты часто используешь тональный крем, консилеры, всякие вот эти вот штуки-дрюки, это, естественно, не очень. Поэтому, если использовать только матовый черный, как мне Юля сегодня сказала, это гораздо интереснее. Следующий вопрос, тоже часто задаваемый, как ходишь в туалет, как ты вытираешь свою попу? Юля, слушай, мы с Юлей обсуждали даже ответ на этот вопрос, слушайте, хожу как все, ну, обычно хожу в туалет. Пальцами мы не вытираемся. Да, пальцами мы не вытираемся, ногтями точно не вытираемся, да, пальцами. Я шучу, да, наоборот, на эту тему шучу, ну, что все же говорят, что... Да, да, все вы, ребята, почему-то думаете, что я беру и ногти себе сую, куда попало, и как я вообще живу. И использую в хозяйстве ногти. Я спокойно мою посуду с ногтями, спокойно что-нибудь стряпаю, готовлю и попу вытираю дико, извиняюсь, но это часто задаваемый вопрос, тоже удачно. Поэтому, ребят, пожалуйста, я с вами откровенна, поэтому, пожалуйста, дорогие мои, давайте, я надеюсь, таких вопросов теперь будет меньше. Следующий вопрос, не болят ли мои ногти? Ломала когда-нибудь очень жестко. Да, ребят, я снимала уже видео на эту тему и говорила, что я ломала ногти капец как жестко. Я выходила из такси, и мой ноготь, огромный нарощенный ноготь, просто вся пластина вот так вот наверх подогнулась. И все, и у меня ничего не осталось у меня по под ногтем, просто, ну, ногтевая пластина, она исчезла, и мне пришлось отращивать очень долгое время мой ноготь. Следующий вопрос, дорого ли обходится делать такие ногти? И тут уже вопрос к Юле. Юль, например, сегодняшние ногти, которые я буду делать, честно, сколько у тебя бы стоили? Снятие с наращиванием бы стоило 5500, и такой дизайн, как мы будем делать, в среднем 1000 рублей, плюс-минус. Может быть дороже. То есть примерно 1600. Да, если стразы, то там инкрустация на весь ноготь, только на один вышел бы в 1000 рублей. То есть тут уже было бы 10 тысяч примерно. Ну, да, да, если мы будем делать, например, 4 ногти, то да, в среднем вышел. Так что, ребят, как вы услышали, не особо это бюджетно для всех, но так как это моя фишка, я обожаю вот прям позиционировать себя с длинными ногтями, и моя аудитория уже привыкла, то есть вы, к тому, что я всегда с длинными ногтями. Опять же, будет у меня один какой-то вопрос на эту тему. То есть вот, ребят, посмотрите, вот на такую форму мы будем наращивать, и длина у меня будет максимальная. Самая длинная. Опять же, отвечаю заранее на вопрос, какая у тебя длина ногтей. Это я вам тоже покажу, и мы с Юлей опять же покажем вам... Двойная форма будем делать. Да, покажем вам, как наращивать. Даже к тому же у нас будет двойная форма, не такая, какая сейчас, а мы еще... Видите, ребят, мы к этой форме, которую я вам только что показала, приклеиваем еще одну. Во-первых, будет хорошая амортизация для балерина, у нас же будет балерина. Да, в общем, у нас будет форма балерина, ребятки, фотографии вы видите сейчас на своих экранах. Вот она. Вот так длиннее. Ага, длиннее практически в два раза. Так что я думаю, что сегодняшние мои ногти будут стоить около 6 тысяч рублей, потому что мы полностью сняли мою форму, мою длину, так сказать, наращивание, и делаем его заново. Тем более в моем маникюре сегодня будут стразы, и это, по-моему, выйдет подороже, где-то на тысячу. Следующий вопрос. Покажи свой самый некрасивый маникюр, который тебе делали за всю историю. Ребят, очень было много разных некрасивых, неудачных дизайнов, маникюров, которые мне когда-либо делали. Поэтому я вам просто прикреплю подборку фотографий дизайнов и маникюров, которые мне делали. И они мне на данный момент вообще не нравятся. Можете написать в комментариях, какой из этих фотографий, которые я вам сейчас показываю, вам не нравятся больше всего. Это все работы, которые делали мне мастера, причем в разных салонах. Я не могла раньше найти постоянного мастера, который всегда на постоянной основе будет делать маникюр, и меня бы это устраивало. Поэтому я всегда ходила в разные салоны. И у меня для вас есть даже подборка историй, которые вы можете посмотреть, немножечко полистав мой канал. Я рассказывала вам дофига историй о том, как я неудачно ходила на маникюр и каких мастеров-дебилов я встречала. Вот, следующий вопрос. Удобно ли ходить с такими ногтями, что говорят учителя? В школе я сейчас не учусь по определенным причинам. А почему вы сможете узнать у меня в инстаграме. Ник, вы сейчас видите на своих экранах. Когда я начинала делать длинные ногти и необычный дизайн, естественно, учителя были в легких шоках. Даже не в легких, они просто оху... я вам так скажу. Учителя постоянно делали мне замечания, как ты так пишешь, вот у тебя есть время на маникюр, но ты не делаешь уроки. Постоянно разглядывали на мои ногти. Как я вам раньше говорила, они были не особо длинные, но дизайн был прям вот такой, что можно было сидеть и разглядывать часами. Поэтому учителя тоже просили показать ногти. Некоторые смеялись, некоторые не воспринимали всерьез. Не было учителей, которым дико нравились мои ногти. Во сколько лет начала делать маникюр? Делать маникюр я начала, по-моему, лет в 12, но сначала это было без наращивания, а потом уже с ним. Следующий вопрос. Сделай ногти с логотипом Карина Аракелян. Почему я решила взять этот вопрос? Потому что на сегодняшнем одном ногте мы напишем мою фамилию. И это тоже будет очень круто. Мне понравилась идея подписчицы, поэтому спасибо ей большое. Следующий вопрос. Как ты перестала грызть ногти? Да, я на самом деле уже вам не один раз говорила, что у меня раньше была привычка до того, как я ходила на маникюр, грызть ногти. Потому что у меня он самой по себе психика не очень хорошая. Это очень противно, это не круто, тем более бактерии. Просто избавилась, начала ходить на маникюр, и уже, соответственно, от этого ужаса я отвыкла. Следующий вопрос. Как родители одобрили эту длину? Просто они уже поняли, что я сама по себе такой человек, что мне нравятся длинные ногти, мне нравится удивлять людей, удивлять в первую очередь себя, поэтому они привыкли. Ну и последний вопрос, точнее просьба, которую мне написал мой подписчик Андрей. Была ли у тебя какая-нибудь трэш-история, связанная с салоном? Вот как раз-таки эту трэш-историю я вам сейчас расскажу, но уже в другой обстановке. В общем, зайки, рассказываю вам ту самую историю. Я уже дома, с новым маникюром, так что, если что, вы можете внимательнее посмотреть и его увидеть. Эта история приключилась с моей подругой, причем не так давно. Она должна была ехать на маникюр перед очень важной встречей. Но именно ее мастер экстренно уехал в другой город. Ее, естественно, об этом не предупредили, придя в салон. Ей сказали, что вас будет обслуживать сегодня совершенно другой мастер. Вроде бы она выбрала достаточно хороший, качественный салон, и ей должны были сделать нормальную работу. Ей этот салон советовали некоторые ее подруги. Я там не была, к сожалению, или, возможно, к счастью. Но она уже не один раз пожалела, что туда попала. Сначала Олеся все очень даже нравилось. Да, мою подругу звали Олеся. Нормальный мастер вроде бы молчит, ничего лишнего не говорит. Салон такой не особо уж и плохой. Этот мастер начал снимать покрытие. И потом она сама же вскрикнула, что использовала неправильную насадку. Ребят, ну как это вообще возможно? Обычно все должно быть стерильно, ухоженно, аккуратно. Об этом Олеся не позаботилась. То есть она не особо следила за этим. Но мастер сам ее об этом не предупредил и слова ей даже не сказал. И потом такой, ой, а я использовала насадку другого клиента. В итоге вся ее кутикула была очень воспаленной. Мастер был неответственен. И после этого момента он постоянно ходил и курил. Как бы это странно ни звучало, видимо мастер разнервничался. Просто курил каждую секунду. Раз, сделал какую-то двухминутную работу. Пошел, покурил. Два, опять пошел, покурил. И так продолжалось достаточно долгое время. Ее кутикула вся воспалилась. Я не понимаю, Олеся почему-то не ушла домой в первую же минуту. Это все было максимально странно. Но я просто хочу, ребят, чтобы вы знали об этой истории. Такие вот дела. Теперь я, ребят, переставляю камеру на своего мастера. И буду задавать ей вопросы, которые, опять же, писали мне вы. Их не особо много, но они часто задаваемые. Итак, первый вопрос. Много ли просят клиентов такие ногти, как у меня? Длинные, прям супер необычные. Если вы зайдете ко мне в профиль, вы можете увидеть, что я, в принципе, практически все ногти делаю длинные, экстремально длинные ногти. Самые, конечно, одни из самых длинных ногтей. Это, естественно, у Карины. Она пьет все рекорды. Да, я бью все рекорды, потому что мне безумно нравится такая длина. И я просто не смогу, мне кажется, когда-то от нее отвыкнуть. Следующий вопрос. А со скольки лет, по вашему мнению, можно наращивать ногти? Начиная с 14 лет, можно попробовать. С разрешением родителей, естественно. С одобрением родителей. Но не делать суперэкстремальную длину по понятным причинам. А ты когда-нибудь наращивала ногти детям? Ну да, у меня были, у нас были 14-летние клиенты тоже, да, им разрешали родителей, они приезжали. Но мы им делали классические не длинные ногти, то есть просто аккуратные. И еще очень часто у девочек бывают проблемы у грызунчиков. Да. Вот, и мы просто их спасаем, потому что на самом деле грызунам это очень помогает. Хорошо, следующий вопрос. Сколько вы общаетесь с Оракелян и как вы познакомились? Как вы познакомились, может, расскажешь. Как вы познакомились? О, слушай, я забыла уже. О, в Инстаграме. А, в Инстаграме мне написала Юля и предложила попробовать поработать. Почему, ребята, расскажу вам? Потому что все вы из этого, вам спасибо огромное, писали практически под каждой работой Юли. Карина Оракелян, позовите Карину Оракелян, пускай Карина Оракелян сходит к вам. Я создала опросник, с кем бы вы хотели, чтобы я из блогеров поработала. И очень-очень многие мне написали про Карину. И я думаю, ну действительно, почему бы и нет? Я написала Карине, и ее помощница увидела мое сообщение. И все, и мы связались, я пришла к Юле. Спасибо вам за это, ребят, большое. Следующий вопрос. Пытались ли вы когда-нибудь отговаривать Карину от такой длины? Нет, я никогда не отговариваю от длины. Единственное, о чем я прошу, вот вы тоже спрашивали Карину про то, почему она ломает ногти. Единственное, ногтевая пластина небольшая сама по себе, по природе у нее маленькие ручки, небольшие ногти. Поэтому, конечно, такая экстремальная длина, она должна вовремя делаться, у нее должна коррекция. Но по понятным причинам у нас не всегда получается встретиться через 2 недели, там, да, или может быть там 2,5 недели. Потому что с этой длиной Карина 2,5 недели или 2 будет ходить отлично, она и ходит отлично. Но как только как бы уже наступает определенное время, когда ноготь отрастает, стрессовая зона смещается, конечно, нужно делать коррекцию. Вот, то есть вот так вот. Следующий вопрос. Тебе когда-нибудь не нравился маникюр Карины? Мне кажется, тогда, когда я пришла к тебе первый раз. Да, когда ты пришла ко мне первый раз, конечно, да. А так, как бы, может не нравиться моя работа, слушай. Ну да. Мы делаем все вместе, мы все обсуждаем вместе. У нас нет такого, что Карина говорит, хочу только вот это и делай это. Мы всегда советуемся. Обсуждаем и советуемся. Советуемся. Следующий вопрос. Долго ли вы учились делать такие шедевры? То есть сколько ты училась на мастера вообще, как у тебя? На самом деле я не училась ни в какой школе по моделированию. Я закончила только классические курсы. А моделирование и программу вот этой вот работы с экстремальной длиной я разработала сама полностью. И веду на эту тему курсы. Можете приходить ко мне на курсы. Ну и последний вопрос для тебя. Привередливая ли Карина к манекюму? Нет, Карина вообще не привередливая. Я привередливая. Я пытаюсь выпилить, ей говорю, давай немножко еще соберем. Все отлично, мы уходим пить чай. Нам привезли еду доставку. Да, в общем, мне нравится всегда любой дизайн. Все, что необычно, все, что длинно. Так, все, не надо мне уже ничего пить. Пойдем кушать, пойдем пить чай. Кстати, ребят, вот Юля это именно тот мастер, который я чувствую себя реально как дома. Почему? Потому что мы всегда что-то заказываем покушать, что-то обсуждаем. Там такие мы немножечко крысы. Вот, поэтому круто. А сейчас Юля вам быстренько покажет, как наращивается ноготь. Именно на мизинце. Мы выставляем форму. Здесь у нас двойная форма. И у нас будет балерина, поэтому для этого нам нужна арка. Мы поставили двойную форму, чтобы арка у нас была более рисованная, выразительная, скажем так. И сейчас мы распределяем материал. Это полигель. Это жесткий материал. Для экстремальной длины он подходит отлично. Равномерно распределяем материал. Конечно, потом мы будем частично его опиливать, придавать форму. Но так как у Карины немножко взлетающие ногти, здесь нужно чуть побольше материала, чтобы его громко распределить. Ну вот, вы видите, все. Уже наша длина фактически готова. Сейчас мы немножко подкорректируем. И будем сушить. Далее пилить. В общем, ребят, шок новости. Заказала Макдональдс буквально, сколько, 5 минут назад, да? 7, наверное. Успела только сходить в туалет. Мы закончили наращивание. Мы сейчас будем пилить, выравнивать, потому что ногти сейчас просто, ну, не очень круто выглядят, потому что форма не выпилена. Мы сделали плотное наращивание. Эти ногти не должны у меня сломаться из-за того, что они у меня сами по себе такие-то тоненькие. В общем, мы заказали Макдональдс. Вот такое вот у нас правильное питание. Сейчас будем кушать. Я заказала себе бургер с картошкой. Как видите, худею. А потом мы продолжаем работу. Вот такая форма, ребят, получилась. Очень красивая. Сейчас, наконец-то, начнем уже красить. Мне безумно нравится. Вот как раз-таки моя длина. Супер прям. Так, ребят, прошло еще полчаса. Вот такие цвета я выбрала. Такой вот аккуратненький серый, где вот эти блестки. У нас весь ноготь будет в стразах. В общем, красота. А вторая рука у меня вот такая вот беленькая, где блестки, опять же, будут стразы. И дизайн. Скоро вам покажу. В общем, ребята, вот такое настроение. Две лампы. Мы уже почти доделали маникюр. Получается просто супер красиво. Я вам скоро покажу вблизи. Мы тут нарисовали буковки КА, Карина Аракелян, всякие подтеки. Сейчас будем делать стразы. Как вы видите, по моему лицу я уже достаточно сильно устала, потому что прошло уже 4,5 часа. Вот. Мы рассчитывали на 4, но прошло 4,5. В общем, где-то через минут 40 я полностью... Мы еще кушали. Еще и кушали. И еще кушали, да. Поэтому все, совсем скоро закончим. Такое вот настроение. В общем, ребята, мы уже закончили с Юлей делать маникюр. У нее, к сожалению, уже другой клиент, поэтому попрощаться она с вами не сможет. Но я хочу показать вам эту прелесть, что в конце концов у нас получилось. В общем, вот такая вот красота на левой руке. Это стразы, втирка, очень красивые оттенки. Я выбрала темно-серый. Посмотрите, на обратной стороне это вообще просто рай. Но мне больше всего нравится правая рука. Правая рука сделана в белом цвете. Возможно, с этим освещением передается по-другому. Тут даже не белый, а такой полупрозрачный бежевый. Тут написано КА, то есть Карина Аракелян. Опять же, стразы, блестки на обратной стороне. Вот такая вот прелесть. Ну, это просто пушка. Ну и сейчас я выезжаю домой и там уже к вам вернусь. Зайки мои любимые, я уже дома. Безумно довольна маникюром. Прошло, кстати, уже два дня. Я решила закончить это видео только сейчас, потому что решила проверить качество, так сказать, ногтей. А качество прекрасное. Я уже не один раз хожу к этому мастеру. Ногти прекрасные. Ношу уже больше двух суток. Все просто чудесно. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу ногтей, можете писать мне директ в инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно пишите. Я на все вопросы отвечу, потому что с вами в социальных сетях я общаюсь всегда часто. Ну и с вами была Карина. Это было видео о маникюре, о ноготочках. Скоро выйдет видосик еще круче. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok